Угадай, где я? Ой. Я устроился работать на почту. Я познакомился с Даней Милохиным. Я знакома с ним, да. История про глубочайшее одиночество. Ну, я сейчас прямо даже вспотел. Ой, ну я влюбляться начал рано. Прекрасно. Вышел такой, знаешь, глаза полные слез. Я думаю, я вам еще покажу. Ой, я подпишусь. Вы еще услышите про нас. Здравствуйте. Или, как любит говорить наш гость, добрый день, добрый день, добрый день. Одна из самых ярких звезд российского телевидения и шоу-бизнеса. Человек, которому хотят подражать, на которого стараются быть похожими, но такой он один. У нас в гостях Андрей Малахов. Ну, я сейчас прямо даже вспотел, Ира, от такого представления. Добрый вечер. Андрей, когда ты понял, что пришел твой большой успех на телевидении? Ну, во-первых, я всегда его хотел. Я приехал в Москву с тремя, скажем так, возможностями моей карьеры. Первое, я очень хотел быть переводчиком у Горбачева. Мне казалось, что это суперработа, потому что ты ездишь по всему миру за президентом, все проблемы страны лежат на нем, а ты отвечаешь только за перевод, ты встречаешь тех же самых интересных людей, ты пользуешься теми же возможностями, которые имеет президент, тебя принимают, ты живешь рядом, получаешь удовольствие. И я пришел поступать в институт страны Азии, Африки, где готовят в этих переводчиках. Мне сказали, мальчик, тут 30 человек на место, у тебя блата нет, до свидания, иди отсюда. И я перешел дорогу, и вторая линия моей возможной, моей судьбы, это был факультет журналистики, еще в родном городе Апатиты, я ходил в школу юных корреспондентов, писал заметки в газету, делал радиопрограммы. Всегда хотел вести программу «Время», мне казалось, что это суперцель, и если я хочу работать на телевидении, то только вести программу «Время». Я перешел в улицу, зашел в пустые, я почему рассказываю сейчас так это подробно, мне кажется, это важно, вот если молодые люди из маленьких городов, деревень, которые приезжают в Москву, ночуют на вокзалах, я слышу тоже эти истории покорения этого города, как важно не бояться, как важно быть открытым. Я понимаю, что тут же, наверное, меня ждет такой же отшив, если я, наверное, не найду какого-то учителя или возможность сказать, что, ну, там, помогите мне, давайте я возьму какие-то частные уроки, несмотря на то, что я приехал с мамой, папой, приехали с севера, да, там родители были готовы даже платить какие-то деньги за частные уроки. И я иду по пустым коридорам, и вдруг, значит, открывают дверь, значит, на кафедру иностранных языков, ну, потому что меня тянет, как бы, вот это все языки, и вижу, как, значит, такая учительница, ну, у нее ноги на столе, еще разрешали курить, я на помощь еще курила, и она говорит, молодой человек, сесть все закончилось, закройте дверь. И я начал говорить с ней по-английски, что, типа, здрасте, меня зовут Андрей, я приехал из маленького города, я, значит, хочу поступить. И она такая, ну, зайди, значит, садись. И через, сколько, наверное, через 12 лет, нет, 17 лет после того, как я переступил пару факультетов журналистики, я начинаю вести в ток-шоу «Большая стирка». И это, наверное, такой вот ошеломляющий успех. И сначала программа идет с 4 до 5. Газета «Известия» выходит на первой странице, что в Москве в это время меняют давление в трубах, потому что, значит, все москвичи смотрят эту программу. Поэтому это к вопросу про то, как важно хотеть, как важно мечтать, как важно ставить перед собой цель и, наверное, отказываться от каких-то соблазнов, потому что у тебя есть мечта. Любая мечта, она требует, конечно, ну, посвящения, уважения ее и, наверное, какой-то вот, какого-то даже поста по жизни, да, если ты хочешь, чтобы что-то исполнилось. А от каких соблазнов пришлось отказываться? Ну, соблазнов даже жизни в общежитии, да, все молодые студенты, дискотеки, а я, значит, сижу в Останкино, там, перевожу. Вот внутреннее ощущение, что я, может быть, чуть-чуть чувствовал время пораньше, чем, как бы, вот остальные люди. Андрей, какие еще аспекты жизни очень важны для успеха? То есть успех – это же не только профессия, не только слава, не только узнаваемость. Что еще важно? Жажда знаний, жажда новых впечатлений, умение не останавливаться и все время пытаться что-то узнать, увидеть, услышать, сделать это быстрее, чем другие, потому что сегодня, ну, конкуренция очень высокая. И, мне кажется, особенно для журналиста нужно как можно реже говорить «не видел, не слышал, не знаю». Это, мне кажется, вот всегда поддерживает в каком-то тонусе. И ты острее чувствуешь время, тренды, людей, да. Причем это очень интересно, что в России огромная страна и все, что кажется нам внутри Садового кольца невероятно актуальным, важным. Стои километров от Москвы вообще не имеет никакого значения, а тысячи километров от Москвы там другие кумиры, другие ритмы и совершенно другие ценности. И это очень ценно. Мне кажется, что вот очень важно для людей, которые переживают какой-то кризис внутренний, эмоциональный, всегда возвращаться в то место, где он родился, где он жил, откуда его предки. Это сразу тебя возвращает как-то, мне кажется. А ты часто бываешь в апатитах? Да, достаточно часто. Причем это последние, наверное, вот как-то 10 лет после смерти папы как-то активнее это началось. И вчера вечером я только вернулся из очередной командировки. И еще раз поразился, как вообще удивительно, белая ночь на севере. Да, там вижу в соцсетях эти невероятные дожди в Сочи, в Крыму и 30 градусов жары, белая ночь, купающиеся в озерах люди, тишина, чайки. Я думаю, вообще, знаешь, вот это какое-то вот такое северное лето, которое мало рекламируемое. Ну, ты сама была в Карелии, знаешь, как это красиво, когда ты видишь это. И такая медитация своего рода. Я знаю, что ты помогаешь родному городу. Что ты делаешь для своих земляков? И что ты чувствуешь, когда помогаешь? В прошлом году мы при, наверное, такой поддержке и толчке нового молодого губернатора Андрея Чибиса я открыл центр современного искусства в городе Апатит. Я давно хотел что-то сделать, но завтра-завтра, но почему должен делать я? Наверное, кто-то должен сделать другой. Куча богатых, более финансово-независимых людей. А вдруг, когда ты понимаешь, что тебе в следующем году 50, то, послушай, кто должен делать, если не я и чего я жду вообще? Если я, может быть, как раз должен своим примером показать, как можно действовать. Наверное, я прописался в городе Апатит, я сейчас не прописан в Москве, у меня Апатитская прописка. Поэтому все налоги я плачу в Апатитах. И мы договорились, что в местный бюджет, деньги, которые поступают от моих налогов, мы тратим их на проекты по улучшению города. То есть мы это согласуем, но мы говорим, типа новые автобусные остановки, мы ставим город. Или мы в этом парке поставим такие суперстильные скамейки. И таким образом, мне кажется, что это вообще должно стать трендом на ближайшее пятилетие, потому что Москва и так богатый город. Сюда вливаются огромные деньги. Даже лишние миллион, два миллиона рублей для маленьких городов, деревень, это возможность повесить новый фонарик, не знаю, купить какой-нибудь новый компьютер в школу или там 10 новых компьютеров. И это сразу меняет жизнь. Учитывая, что если все олигархи будут прописаны по месту прописки, сейчас она не особо важна. У тебя есть регистрация в Москве и дальше поликлиника у тебя и так платная. Ну и тут по хорошему счету сегодня вот та московская прописка, с которой я приехал, ради которой там люди вгрызались, портили себе жизнь какие-нибудь, знаешь, браками по расчету, то сегодня, по хорошему счету, это тоже такой уже пережиток немножко прошлого. И вот этот центр современного искусства я подарил всю свою коллекцию. Я решил, что это будет очень круто, если в маленьком северном городе будет коллекция картин, вернее, тех имен. Хокни, Муракамо, Катарина Гросса, Синди Шерман и каких-нибудь современных художников, там, Пеперштейна в том числе. А что ты чувствуешь, когда ты видишь, какие изменения происходят в твоем городе? Какие чувства тебя переполняют? Даже не чувства, а вот это тоже такая интересная нюанс. Мы все начали, вообще, как родилась эта инициатива, я стал рассказывать про эту историю в компании семьи Церетели. Я говорю, вот я хочу, мне нравятся вот эти маленькие европейские города, где на улицах стоят скульптуры, искусство прямо на улицах, эти муралы, стрит-арт. И тогда Василий Церетели мне говорит, так у дедушки есть скульптуры, давайте мы подарим городу. В Москве есть Петр. Он говорит, у вас есть улица Пушкина? Улицы Пушкина нет, но есть школа имени Пушкина и библиотека имени Пушкина. Он говорит, мы подарим вам памятник Пушкину городу, тем более такой памятник, где можно будет сидеть на скамейке рядом с Пушкиным. Прекрасно. Сначала, значит, в чай жителей идея понравилась, другие, ну, скажем так, со скепсисом, отнеслись пару раз даже этому Пушкину, пытались, значит, сломать там палец, но сейчас преобразился парк. Это любимое место отдыха жителей города. Все свадебные пары приезжают к Пушкину. Андрей, ты 29 лет уже работаешь на телевидении, и чего больше в твоей работе? Вдохновения или рутины? Нет, конечно, вдохновения, иначе бы я столько не выдержал. Все даже спрашивают, ну, как же ты вот... Понимаете, когда ты любишь то, чем ты занимаешься, время, правда, летит незаметно. Когда меня еще начинают спрашивать, ой, вот вы перешли с Первого канала на Россию, слушайте, уже, оказывается, уже пролетело 4 года после этого, да? А это прямо как один день, да? Потому что у меня каждый день эфир, у меня такой же ритм, и я не замечаю вообще тех лет, которые вот остались за плечами. Фирменная фраза «Берегите себя и своих близких» она когда родилась? Ну, это поиск. Это поиск, потому что я считаю, что у любого человека, работающего в электронных СМИ, должна быть какая-то фишка. И родилась она, эта идея не у меня, да? То есть любой известный политик, у него всегда есть какой-то бренд, да? У Черчилля это сигара, у Мардлен Олбрайт это какие-нибудь брошки, да? Мы знаем Че Гевару и сразу представляем, как выглядит он, да? И у людей, работающих в кадре, тоже должна быть какая-то узнаваемость, да? Вот какой-то, что, а, это вот, не знаю, Ларри Кинг и его подтяжки, да? Вот он сидит в этом. Поэтому мне тоже хотелось что-то такое вот придумать и нащупать, чтобы меня узнавали, как адвоката Добровинского по его бабочке, да? Вот, поэтому самое простое было, конечно, ну, придумать какую-то фразу. Когда я работал на программе «Доброе утро», это был «Искренне ваш Андрей Малахов». Но когда я перешел в ток-шоу, я думаю, ну, это уже как-то банально, наверное. Я как раз вот все, года два, вот, потому что начиналось тут «Добрый день, добрый день, добрый день». А дальше я подумал, что как-то нужно уже чуть-чуть становиться серьезнее. Но, вот, это, наверное, каком? Ну, на десятом году жизни это и родилось. Ну, наверное, как-то это так родилось, что кто-то мне сказал, что, ой, это здорово. То есть, это было какой-то как эксперимент, знаешь. Андрей, в ток-шоу очень часто затрагивают очень острые вопросы. Вот, к примеру, в одной программе ты можешь собирать деньги для ребенка, а в другой, ну, какого-нибудь скопинского маньяка пригласить. Вот где эта грань? Извини, скопинский маньяк был на другой программе. Ну, к примеру, ну, к примеру, дело в том, что действительно бывают же очень тяжелые истории и связанные с трагедиями людей. Вот где эти красные линии твои? Вот в чем? Где грань между добром и злом в программе? Ну, если спросишь меня, пригласили бы мы скопинского маньяка, это как раз не про нас. Жертв маньяка, которые пережили это и пытаться разобраться, почему они не убежали, что им мешало, да, неужели за 10 лет они не могли найти ни одного... А почему самого маньяка ты бы не пригласил? Потому что Ксения пригласила. Ну, потому что я считаю, что слушать его, с ним все понятно, да, и как раз вот показывать, в зло, да, то есть есть какие-то, мне кажется, все равно барьеры, за которые, ну, скажем так, ну, я бы не перешел. Ну, опять же, это говорю я, да, и это не значит, что это какая-то истинная, и так должно быть. Фильм Ксении купил какой-то западный, по-моему, телеканал или кто-то, да, поэтому это, опять же, вопрос с тем, кто потребляет и смотрит, да, но вопрос, например, там сейчас все обсуждают программу с Анастасией Макеевой, мне кажется, это, ну, суперинтересно, да, тем более, что Настя, действительно, это же история про глубочайшее одиночество, да, ты, может быть, там, достаточно популярной актрисой, да, тебя могут знать, выжелать хотеть, а ты одна, и в лучшем случае, да, у тебя вариант влюбиться в парня, который пришел ремонтировать тебе дом, да, хотя, казалось бы, да, она может вот так по щелчку, там. Я ее прекрасно понимаю. Андрей, в советское время героями передач были, в общем-то, передовики производства, самые достойные, интересные люди страны, ученые, а сейчас иногда вот совершенно наоборот. Вот почему так происходит сейчас? Потому что на советском телевидении показывали только хороших людей, поэтому, знаешь, когда все были в желании, ну, видеть, ну, блин, ну, хороших показывают на экране, а где, как говорится, извини, просто когда смотрю на тебя, я не могу сказать ни одного плохого слова, понимаешь, даже слово «говнецу» я бы, с трудом, понимаешь. С трудом говорю. То есть, и понятно, что им хотелось увидеть себя на экране, да, почему нас не показывают, почему мы недостойны все. И вот эта новая эра, где у каждого в руках гаджет, где каждая звезда, где каждый становится собственным СМИ и транслирует свою точку зрения, и каждый блогер считает, что именно он прав, да, и все остальные идиоты, лохи и придурки, вот это как раз и показывает, что сегодня мало кто задумывается, главная красивая картинка, главный красивый антураж, неважно, сидишь ты... Главный хайп Ольга Бузова в МХТ. Ну, я понимаю, почему МХТ делает, да, МХТ нужно привести людей в этот театр, да, и я понимаю Доронину, да, которая, знаешь, всю жизнь хранила эту девственность, да, это единственный русский театр, который остался. Все улыбаются Доронине и выкидывают ее как в ненужную вещь, и то, что у нее в голове происходит, я даже врагу не пожелаю, да, потому что, честно, когда они это сделали, я думал, что она умрет на следующий день. Она достаточно, ну, сильная женщина, что она, как бы, знаешь, вот это проглотила и живет с этим, да. Я же был у нее в театре, видел, как к ней все относились, да, Татьяна Васильевна, Татьяна Васильевна. Она прекрасная была Раневская в Вишневом саде. Да, ну, то есть, понятно, что... Это, знаешь, как вот есть в Лондоне театр, где сто лет идет один спектакль, да, и там ничего не меняется. Да, это не аншлаги, но это классика, да, это то, что, скажем так, это синяя птица, понимаешь, пусть она идет в 1956-м. Ну, как мюзикл на Бродвее. Ну, конечно, они есть, да. Конечно, можно что-то заменить, можно добавить какую-то краску и все, но все равно это вот то, на чем все выросли, да. А сейчас ты не понимаешь, что читать, да, показывать детям этот мультик или вот показывать новый, да. То есть нет вот этого стандарта, который есть во всем мире, да, на чем выросли. И мы понимаем, что если это посмотрели, это прочитали, это прослушали, то из тебя может получиться, ну, какая-то личность, где тебя будет воспринимать в нормальном обществе, что он читал, видел, знает. И когда мы говорим «а», не нужно долго объяснять. Ну, один культурный код, да. А вот ты в детстве какие мультики любил смотреть? Ну, конечно, хулиганские. То есть, ну, погоди, понятно, что был мой любимый мультфильм. Но сейчас, когда растет мой сын, я смотрю на «ну, погоди, уже глазами». Там сигареты. Я вижу, он постоянно курит, он нарушает правила дорожного движения. То есть это тоже какое-то вот такое, знаешь, подсознание вот такого, чуть-чуть нарушения общественных норм и морали. Но, может быть, как раз дети и должны это пройти через мультфильм, да, потому что, когда им все время говорить «нельзя, нельзя, нельзя», это тоже, понимаешь, мне кажется, какое-то сковывание. А тут он... Хотя я тоже считаю, что у мультфильмов должно быть не больше, чем, ну, скажем, в день, ну, пять минут максимум. Ну, правильно. Ты строгий папа, справедливый? Да. Ну, я строгий папа, поэтому у меня происходят небольшие разногласия, когда я вижу, что у нас идет шестая минута мультфильма. А какие у тебя самые приятные, нежные воспоминания из твоего детства? Вот что это? Ну, я не знаю, почему-то мы всегда ожидания Нового года. Мне казалось, это какое-то вот волшебство, чудо. Это живая елка, игрушки. Причем, я даже не знаю, сам Новый год или вот его ожидания, да, потому что... Подарки. Да, даже подарки, но не столько, а вот именно стол, да, в какой-то вот такой семейная атмосфера, в тепло, плюс какие-то походы в лес почему-то вот сейчас именно, да, я всегда вспоминаю, по выходным, да, у костра обязательно, с чаем в котелке. Вы собирали ягоды, грибы? Обязательно, обязательно. Причем, в наше время еще и сдавали их, понимаешь, когда дефицит товара, можно было их сдать и купить какую-то, какую-то вещь. Я помню, потому что долго-долго собирали, я купил первую финскую куртку, мне было, значит, 13 лет, и я даже, мне так было жалко срезать с нее бирку, что я пошел в ней на дискотеке, значит, программа с биркой. Я оставил ее в раздевалке, и вызвали полицию, потому что решили, что я украл ее где-то с этой биркой, значит, и там еще разбирались, почему, значит, у меня куртка с биркой. И причем интересно, что это какая-то психологическая травма, потому что я до сих пор ношу вещи и очень часто не срезаю с них бирки. Скажи, а вот когда ты был юношей, вот твои достоинства, которые ты считал, что ты обладаешь этими достоинствами, что это было? И если были недостатки, то тоже какие? Ну, сложно сказать. Я думаю, что все равно было достаточное количество комплексов, но особенно, когда мы, не знаю, там приезжали в большой город, да, или там навещали родственников. Но, кстати, может быть, это и неплохо, потому что это, если ты работаешь над собой, да, если ты, опять же, ставишь какую-то цель, то рано или поздно это дает какие-то свои результаты. Поэтому вот про комплексы это даже неплохо, а что же мне было такого хорошего, что я... Любопытство, я не знаю, желание учиться, узнавать что-то новое. Ты занимался... Да. Играл на скрипке музыкой. Ну, играл на скрипке, это громко сказано, как я играл на скрипке, потому что я-то играл на скрипке, может быть, еще занимался до третьего класса, еще меня можно было слушать на отчетных концертах, а потом меня уже ставили вести эти концерты, причем всегда в музыкальной школе висела такая афиша, где было написано, значит, выступают мелкими буквами какой-то и в финале вот такими, знаешь, ведет программу Андрей Малахов. И я подумал, блин, вот они все занимаются, там по пять часов ходят, их пишут мелкими буквами, а здесь, типа, я всего лишь объявляю, и меня пишут вот такими, понимаешь, и ничего плохого нет. Почему? А потом у меня появился друг в музыкальной школе, причем это такое, знаешь, как Чуки-Гек, мы были неразлучны, а впоследствии он знал диджеем грувом. Ой, я знакома с ним, да. Мы учились в одном классе и заканчивали вместе музыкальную школу. Причем, я помню, это учительница по сольфеджио, причем она знала, что Женя дальше едет в Мурманск, она с таким скепсисом сказала ему, что, типа, я не верю, что из вас что-то получится, а вы, молодой человек, она мне, идите отсюда, хватит мучить музыку. Я помню. Вот это да. Вы еще услышите про нас. Интересно, что она потом пережила, когда увидела Андрюшу, который стал Андреем Малаховым. Но я уже, к сожалению, мы не застали. Я помню, что у Жени Мама работала директором гостиницы. И ты понимаешь, что в советском туристическом городе, куда приезжали, опять же, туристы из Норвегии, Швеции, Финляндии, у нее всегда был тысячестраничный каталог Отто. Вот такой, знаешь, это прямо же просто ощущение рая какого-то в Советском Союзе. И мы с Женькой после каких-то уроков сидели, значит, в лобби, листали этот каталог, ждали маму, потому что она должна была что-то его там покормить, или я не помню, что. И вдруг мы видим, как, значит, наша учительница по музыке в длинной белой песцовой шубе, в таких очках, вот этот начес такой, знаешь, Рафаэла Карра входит в гостиницу, идет куда-то в номера. И я помню, что было какое-то просто, ну, вот, прямо, наверное, какое-то первое сексуальное чувство, что мы представили, что у нее какой-то там роман, и она куда-то идет, и вот это все, вот это ощущение. И, и впоследствии, когда мы стали вот, ну, узнаваемыми, я говорю, Женьке, я говорю, помнишь, пойдем к ней, значит, скажем, что вот так, она нам сказала вот так, и все-все-все, и мы узнали, что какой-то любовник убил ее, представляешь? Ой. Да, и это было для нас тоже прямо драма, потому что мы хотели, прямо, именно почему-то ей рассказать, что у нас все получилось, вот такой конец. Ну, потому что она была дивой в вашем детстве. Она была дивой, да, и с другой стороны, я почему-то иногда возвращаюсь к этой истории, когда проезжаем мимо гостиницы, я, вот эта прямо сцена, как она в белой шубе входит туда, и вот этот конец, про который я услышал, прямо, это как, знаешь, кадры вот такими вот вспышками, вспышками все идет, вот, не знаю, прямо с возрастом у меня все прямо на каких-то эмоциях и ощущениях, знаешь, вот пам-пам-пам. Ну, а когда ты немного подрос, вероятно, была первая влюбленность такая вот уже, можешь немного рассказать об этом? Ой, ну я влюбляться начал рано, я прямо в первом классе подарил альбом для девочки из класса с марками, Таня Маскаленко. Папин свой? Нет-нет, свой, свой-свой, но мне подарили очень красивый, я помню, значит, у нас тетя жила в Мурманске, там ее друзья ходили в мореходные эти плавания, поэтому Мурманск всегда был, знаешь, там джинсы, жвачка, вот это все. И вот этот альбом для марок, он прям был из ГДР, и это было невероятной красоты. И я ей, помню, на 8 марта принес этот альбом, и меня было прямо, значит, я, по-моему, сам больше в возбуждение прыгал, чем, чем она радовалась этому альбому. Но когда я приехал в Москву, и вот в этой группе английского языка при МГУ, когда мы уже поступили, там была девочка еще Роксолана. У нее мама, мама пела в большом театре, а папа был директором Росгосцирка. И при этом у нее квартира на улице Нежданово, эти высокие потолки, все красиво. Она приглашает нас в гости, там компания, и говорит, а это что у тебя в гостях? Она говорит, да, это у нас типа из общежития, Андрей, значит, вот он здесь. И тебе говорит, каждый сверчок должен знать свой шесток. И я помню, я, значит, тоже вышел такой, знаешь, глаза полные слез. Я думаю, я вам еще покажу, значит. И показал ведь. Сверчок шесток. Иногда, иногда, вот знаешь, такие пинки, иногда вот такие пинки, они очень стимулируют. С одной стороны, если ты слаб, ты можешь сломаться, там сидеть, распускать нюни. С другой стороны, это тебе такой вызов, что ты должен доказать. способствует выработке таких других качеств, бойцовских, да? Ну да, это, мне кажется, что вот быть солдатом, это вот именно быть, быть готовым, да, и вот в душе оставаться солдатом, потому что, когда человек начинает чувствовать себя вот, знаешь, я суперзвезда, я это не делаю, это не буду, это начало конца и очень разрушительно. Я не говорю, что это вообще делать не надо. да, наверное, иногда, но глобально, если ты хочешь чего-то достичь, вот эту всю шелуху звезда-не-звезда нужно просто вообще просто убрать, да. Скажи, а какое место в твоей жизни занимает романтика? Ну, вот я сейчас был два дня в Турции на большом дне рождения, и там такая, значит, программа, все началось в десять вечера, в пять утра, все еще танцуют, свежий воздух, и вдруг я вижу, что на часах 5-10, а восход стоит в 5-58. Я думаю, ну, я же не могу, вот уже сейчас пойти лечь спать, мне нужно дождаться, и я говорю, давайте останемся, все такие, да, ну, сейчас мы пойдем, я говорю, ну, вы дураки, не хотите, значит, и все. И в итоге я остался один, пошел на пирс, ждал еще 15 минут, и такая, это, конечно, вот в, мой сын там слушает сказку «Паровозик из Ромашкова», и там этот паровозик говорит, день прожит зря, если вы не встретили рассвет, он говорит, друзья, типа, каждый рассвет, он по-особенному уникальный, и это прям вот эти, знаешь, у меня было ощущение, что это правда, вот такая тишина, вот такое июньское утро, восход этого солнца, оно так быстро поднимается, просто за минуту оно оказалось в небе, это очень красиво. Ну, это очень действительно романтично, но это романтика природы, а важны ли для тебя романтические отношения в личной жизни? Ну, послушай, романтику мы сами должны создавать, да, особенно с годами, когда уже цинизм всего окружающего мира зашкаливает, мне кажется, что это такое-то чувство, которое ты сам должен культивировать и придумывать, и не ждать, что кто-то должен что-то сделать тебе, поэтому там, например, я всегда учусь своего сына, когда мы возвращаемся с дачи, и мама не с нами, мы всегда, типа, давай мы сорвем цветы и привезем маме, мне кажется, что это важно, когда с детства ты тренируешь в мужчине такие качества, когда просто ты приносишь цветы, не потому что праздник, а потому что просто так, да, потому что джентльмен, ты такой вот юный джентльмен, ты должен сорвать цветок и принести. Андрей, опиши образ идеальной женщины, как ты представляешь, идеальная женщина это кто? Ну, конечно, я должен здесь тебе начать рассказывать, что, конечно, это моя жена, вот, она так выглядит, и, и, безусловно, это так, потому что, ну, я не женился очень долго, да, и тоже был какой-то поиск, какие-то ошибки, разочарования, но, вообще, и мы всегда шутим, то есть, там, моя жена считает, что идеальный образ мужчины это Джордж Клуни, и я прекрасно понимаю, потому что, когда ты не знаешь человека лично, а видишь только какой-то экранный образ, да, всегда легче любить кого-то, кто далеко, и кто всегда улыбается, наливает кофе, да, как по рекламе, играет в прекрасных фильмах, а все остальное, глаголы любить, жалеть, сопереживать, и чувствовать, это все глаголы, которые выстраиваются в одну линию, прощать, понимать, сопереживать, вот из этого состоит, понимаешь, любой, даже, идеальный образ, да, почему тебе нравится та или иная женщина, сложно сказать, да, какая-то энергия, да, взгляд, прическа, неважно, да, сделала она, опять же, грубо скажу, там, сиськи шестого размера или не сделала, да, не в этом дело, да, дело в отношении, в этом ветре, который, знаешь, вот он где-то здесь, и, конечно, это труд, я могу сказать, что вот мы там отметили 10 лет совместной жизни, и в там за 10 лет мы, может быть, ну, раза 4, ну, так, поругались часа на 2, но это не значит, что у нас не было каких-то, может быть, там взаимных претензий, это просто, опять же, уровень какого-то развития, образования, воспитания, что легче проговорить потом, чем устраивать что-то, знаешь, вот здесь и сейчас, мне кажется, что вот это про это. А вот в бытовом плане, к примеру, кто у вас за что отвечает? За уборку мы не отвечаем, потому что... Ну, кто-то руководит уборщицами. Кто-то руководит уборщицами, да, это руководит супруга, я могу только сделать какие-то попутные замечания, которые я считаю как нужны. Но маму-то, естественно, ты приносишь в дом, то есть деньги. Я приношу в дом, но супруга работает, поэтому если вдруг есть что-то, хочется чего, я, например, считаю, что... Ну, эту глупость ты можешь купить себе сама, например, если ты что-то хочешь, а я считаю это глупостью, то Наташа самостоятельная женщина, она может себе позволить. Ну, вы крупные покупки обсуждаете как-то или нет? Ну, конечно, да-да-да, нет. Но я не могу сказать, что у нас есть какой-то семейный совет, я вот иногда вижу, как семьи садятся, что-то обсуждают. У нас обычно он проходит на ходу, потому что у нас всегда какой-то такой темпорит, знаешь, летящий. И поэтому мы всегда ждем каких-то вот отпусков, коротких вырванных дней, когда можно куда-то исчезнуть и побыть в тишине. А вот бюджет у вас общий или разные как-то вот кошельки? Нет, ну, у нас нет брачного договора, у нас разные счета, у нас есть один, есть общий счет. Я считаю, что я приношу домой там какую-то котлету, дальше она лежит и я понимаю, Полное доверие. Ну, да, если кому-то что-то надо дополнительно купить или поддержать... Андрей, вот твое вот взаимоотношение с деньгами, ты, к примеру, вот даешь деньги в долг кому-нибудь? Я даю деньги в долг, но я чаще всего это делаю, когда я понимаю, что это идеальная возможность больше не видеть этих людей, потому что я знаю, что чаще всего люди, которые берут долг, они не возвращают. И ты спокойно относишься к тому, к примеру? Ну, я понимаю, что, наверное, это какая-то сумма, которая, ну, скажи так, не совсем ударит по моему бюджету, она не сделает меня более счастливым или более несчастным, но это как раз вычеркнет этих людей, потому что просто с годами ты понимаешь, как люди очень часто тебя используют. Ну, просто я знаю, как бы, вот, есть совершенно такая категория людей, которые это делают, и потом считают, что, ой, типа, знаешь, я забыл, я, знаешь, что это, поэтому мне кажется, что вот, и это тоже умение, кстати, научиться говорить, нет, потому что эти люди, они так достаточно настойчивые, и все, даже я бы сказал, что сейчас они более изворотливые. Даже обманывают. А вот первый раз в своей жизни, когда ты почувствовал, что такое деньги, и даже маленьким, вот как ты с ними познакомился? Сложно вспомнить, я помню, что 35 копеек стоил лимонад Буратино в Советском Союзе, это я точно помню, что получить 35 копеек от бабушки с дедушкой, бежать в магазин, купить бутылку Буратино, в этом бутылку можно вернуть, сдав ее тару и, скажем так, обменяв на новую уже гораздо более дешевле. Потом в возрасте, наверное, 10 лет мы решили зарабатывать собственные деньги, и бабушки с дедушкой в деревне собирали яблоки и ходили на центральную площадь продавать десяток. Образно говоря, все продавали там за 50 копеек, мы продавали за 10, демпингуя, но при этом продавая быстрее, и на вырученные деньги мы шли, покупали, значит конфеты и с радостью возвращались домой, это казалось вот такой, знаешь, мы такие юные бизнесмены и все. Потом я понял, что продавать яблоки в них нет такого удовольствия, и я устроился работать на почту, помогать местному почтальону летом, и мы развозили почту и письма, и вот эта радость в лицах людей, когда они получали какие-то письма, телеграммы, уведомления о пенсии, например, или какие-то какие-то переводы, это мне понравилось, потому что это всегда было как-то очень, очень трогательно. При этом тоже интересная деталь, да, это вот я говорю про Белгородскую область, мы проезжали мимо дома, и почтальон всегда говорила, вот каждый день она поставила одну фразу, а в этом доме живет, а в этом доме живет человек, который во время войны был полицаем, то есть они все знали, что он был предателем, да, при этом он вообще не выходил никогда на улицу, да, и, ну, скажем так, это было такое вот тихое презрение к человеку, который предавал своих во время войны, но при этом, ну, то есть никто не пытался там ему сжечь дом или что-то такое, ну, просто, вот, знаете, это было как констатация ежедневная констатация факта его присутствия на этой улице. Андрей, а тебя предавали когда-нибудь? Ну, конечно, послушайте, ну, это же жизнь, и ты должен пройти через все испытания, да, поэтому, мне кажется, что это тоже уроки, это тоже опыт. А это были друзья или просто какие-то такие сторонние люди? Ну, это были совершенно разные люди, да, коллеги, друзья, знакомые. Можно же это делать по-разному, можно делать крупно, можно делать по-мелкому. И это тоже, мне кажется, вот, нужно учиться прощать, ну, понимать, да, почему они поступили так. А чем отличается для тебя друг и приятель? Разница в чем? Другу ты можешь не звонить, не знаю, там, две недели, но при этом ты звонишь и вы оказываетесь на одной волне. Ну, просто с друзьями легче, потому что ты их знаешь много лет и ты позволяешь им шутить над собой, ты вообще никак не обижаешься на их критику, ты прислушиваешься к ней, да, мне кажется, это очень важно, критика со стороны друзей. позволить сказать даже такую неприятную жесткую правду другу, да? Да, можно быть откровенным, не думать, что это будет передано или истрактовано неверно, да, ну, то есть, это такой, какой-то совместный опыт, да, какие-то совместные, может быть, даже трагедии, которые пришлось пережить. Это такая вот, кажется, сага с каждым человеком индивидуально. Скажи, а какие у тебя отношения с мамой? Ну, теплые, после смерти папы мама осталась одна и как-то постоянно мне хочется ее поддержать, и я понимаю, что чем взрослее становятся люди, тем им больше хочется общения, внимания, ну, такие банальные какие-то слова, да, что они становятся как дети, и мне кажется, что вот как раз чем больше мы можем отдать, тем больше мы можем получить вот именно в отношении с родителями. Это какая-то вот такая библейская истина, но она очень-очень рабочая, да, и я помню в одно интервью Виталия Игнатенко, он был генеральным директором ЭТОРТАС, его сейчас назначили вместо после смерти Лысенко на должность человека, который возглавит общественное российское телевидение, и он рассказывал, что в Советском Союзе его телефон прослушивали, и там была одна женщина, которая работала с ним всю жизнь, значит, слушала его телефон, и потом ее спросили, а какое качество выделите в господине Игнатенко, вот вы знаете его, вы слышали его телефонный разговор, потому что человек один и другой, она сказала, она сказала, вы знаете, это человек, который звонил маме каждый день два раза, утром и вечером, она говорит, это то, что, мне кажется, характеризует человека лучше всего, что в... И это правда, я просто вижу, как люди, которые тепло общаются со своими родителями, у которых очень хороший контакт, насколько они более крепко стоят на ногах и могут выдержать любые испытания с поддержкой семьи, и насколько иногда ранимы эти люди, которые не в ладах с тем или иным своим предком, поэтому мне кажется, что вот поддержка и сохранение своих корней, это очень тоже важная история для любого человека. А вот что касается допустим таких моментов, как радость или смех, вот что тебя может рассмешить вот буквально до слез, ну вот может очень быстро рассмешить какой-то факт, анекдот, ситуация, что это? Иногда, когда я вижу видео каких-нибудь врачей, которые делают операцию и начинают шутить, иногда может быть даже над пациентом или что-то, и мы говорим какие они ужасные, а я понимаю, что это их способ защититься от ежедневной такой, даже не рутины, а именно чеческой трагедии, когда они видят кого-то, и они себя черный медицинский юмор, вот есть такой черный журналистский юмор, иногда у нас тоже есть в коллективе человек действительный очень можно весело похикать, причем это такой идиотический смех, но он профессиональный юмор, он поднимает тебе настроение, потому что можешь обсудить коллег, какие-нибудь новости текущие, причем новости же меняются, там все живут просто в информационной ленте, иногда это какие-то обыгрываются какие-то истории. А ты следишь за своими коллегами, и есть ли ведущие, которые тебе нравятся, российские? Ну, когда Ваня Урган шутит надо мной, даже если я не слежу, то мне тут же присылают два-три человека, ой, сегодня про тебя говорили, посмотри. Но как профессионалы, нравится тебе кто-нибудь из ведущих? Мне немножко сложнее отвечать на этот вопрос, потому что у меня всегда есть какие-то личные качества, а это очень мешает, потому что ты когда знаешь людей, их личную жизнь, ты не можешь, для меня очень сложно отделить все, что я знаю за кадром, и это ощущение в кадре трудно. Отделить личность от профессионала, да? Но если говорить, например, про тут же Елену Малышеву, например, и несмотря на то, что она становится объектом каких-нибудь смешных мемов, из ее программы тоже нарезают какие-нибудь шуточки, прибауточки, но я всегда знаю, что, например, если позвонить Малышевой и попросить ее помочь кому-то, посоветовать кого-то, это человек, который откликается. Андрей, ты на экране достаточно эмоциональный, а вот в жизни насколько ты эмоционируешь, что тебя может взбесить? Я тренирую в себе терпимость и всегда понимаю людей, что им трудно, им непросто, им может волнительно работать со мной. Что меня может взбесить? Меня может взбесить лень, честно скажу. Равнодушие, но опять же, как воспринимать это равнодушие? Равнодушие по жизни или человек просто выгорел, потому что или у человека поменялись приоритеты и он не хочет. Безусловно, конечно, иногда мне хочется кричать, когда я узнаю, что люди, которых мы воспитывали, столько вложили, которые говорят, что они уходят и спасибо большое и до свидания. Неблагодарность. Обидно. Опять же, это жизнь, нужно пожелать им удачи, будут ли они счастливы в другом месте так же, как у нас. Это все, понимаешь... Это очень энергозатратно, ты с этим как справляешься вообще? Нет, энергозатратно это программа. Это, конечно, самые энергозатратные вещи и тем более, что мы сейчас встречаемся с тобой в конце моего телевизионного сезона, я еще без отпуска и я, безусловно, чувствую, что это был сложный год именно даже не из-за ритма, он такой же, а именно из-за того, что постоянно должен включать, помыть руки, не трогать лицо. Тысячу здесь люди должны себя обработать, ты не должен заболеть, потому что у тебя коллектив, ты не должен их подвести, и вот это, наверное, еще добавляет какого-то такого, знаешь, ненужного стресса во все то, что и так непросто. Но ты очень много тратишь энергии, ты очень вкладываешься, именно поэтому ты такой успешный, и, вероятно, нужно уже как-то восстанавливаться. У тебя есть свои лайфхаки, как ты восстанавливаешься после съемок? Ну, я считаю, что 8 часов сна – это лучшая история. Конечно, купание в море. В Москве. Рекомендую душ. Спорт, может. Если бы раньше я бежал прямо на спорт, то могу тебе сказать, что в последнее время я думаю, ну и побегу я, ну и дальше, что изменится в моей жизни, понимаешь, что я, значит, готовлюсь на обложку Мэнхеллс или на чемпионат России по бодифитнесу? Нет. Поэтому лучше, лучше я пойду на массаж схожу, понимаешь, поэтому вот это тоже какие-то такие колокольчики, с которыми нужно бороться, конечно, но с понедельника начнем, называется. Но ты занимаешься спортом сейчас? Да, я хожу, занимаюсь, ну каким, все тем же, понимаешь, хожу на фитнес, да, причем очень смешная история, вот я вижу тут среди людей, за которым Наташу, она тоже ходит со мной в этот клуб, куда хожу я, там так достаточно все красиво, пафосно, эффектно, я, значит, иду по дорожке, вдруг, значит, вбегает девушка и говорит, где он, где Максик? и я тут же думаю, слушай, тут Галкин где-то, знаешь, я говорю, не знаю, я говорю, блин, мне сказали, что он перешел в этот клуб, я сказала, я поставила перед собой цель, он будет моим, он будет, она стоит на дорожку, значит, начинает этот эллипс, вот так нервно крутить, я думаю, блин, я говорю, ну где же Галкин, где же Галкин, значит, начинает сказать, глазами, она продолжает что-то говорить, значит, Значит, я иду, значит, к тренеру, говорю, слушай, я говорю, у нас тут Галкин занимается Максима. Он говорит, нет, не знаю, что-то не видел. Ну и дальше я прихожу из тренажеров и вижу, думаешь, кого? Максима Лексутова. То есть женщины ради него, понимаешь, меняют клубы, ставят перед собой цель, что он будет их, понимаешь, и готовы просто умереть на тренажере, чтобы, значит, добиться расположения. И я подумал, вот это успех, понимаешь, вот это не просто подбегают на улице, сфотографируйтесь, моя бабушка выросла на ваших программах, понимаешь, это... Да я думаю, такое количество... Серьезная заявка на победу. Андрей, а какой у тебя распорядок дня? Вот ты просыпаешься, вот если в твоем дне нет телевидения, какой это день? Вот с самого утра? Послушай, я боюсь даже вспомнить, в тот день, когда у меня не было телевидения. Если у меня нет телевидения, у меня в этот день написывает Ксюша, которая отвечает у меня за СММ, которая говорит, Андрей, мы не снимали тиктоки с вами уже, типа, в месяц, вы что? У меня уже, я отметил год, как я в тиктоке, понимаешь, поэтому я тиктокер. Ой, я подпишусь. Причем, причем это смешно, потому что я не собирался ни в какой тикток, и молодежь мне говорит, вы должны быть в тиктоке, это самый последний тренд, вообще все там, я говорю, хорошо, хорошо, и нужно поехать в дом с тиктокером, потому что это тоже масс для посещения, это вот сейчас все базируются там. Хорошо, хорошо, значит, дайте поспать называется. А инстаграм? Ну, инстаграм это уже для пожилых людей, честно. То есть... Для пожилых это инстаграм, для самых пожилых это одноклассники. А фейсбук для кого? Фейсбук это вот, а, хорошо, инстаграм, фейсбук и одноклассники, это вот так идет сейчас, классификации молодого поколения. Хорошо, ютуб, у тебя в ютуб нет, по-моему, три года новых, никаких выходных? Вообще никаких, ну, потому что я и завел в ютуб, если честно, когда я еще был на первом канале, чтобы показать все-таки, что я могу что-то делать, и находите ли вы на это обратите внимание. А потом, когда я перешел, у меня свой ютуб каждый день, понимаешь? Наши программы выкладывают, поэтому мне не до того, чтобы снимать что-то. Вот, и история, значит, я говорю, я бы не собирался никуда ехать, если вы... мне говорят, Андрей, пока вы собирались, вас уже обогнала Бузова, она уже приехала в ТикТок Хаус, поэтому вы будете не первым. А через неделю у них в гостях Собчак, так что если вы хотите быть номером три вообще в этой истории, вы можете продолжать ничего не делать. Пришлось ехать. Я в этот же день, чтобы ты понимала, понимаешь, отменил все, говорю, разворачиваемся, едем к ТикТокеру. И как они тебе? И там я познакомился с Даней Милохиным, Аней Покров, с Бабичем, ну, вот это теперь мои лучшие друзья, понимаешь. Угадай, где я, и от дома. В общем, я ТикТокер. Андрей, скажи, пожалуйста, а ты придерживаешься какого-нибудь ЗОЖ-питания, потому что надо быть в форме, как-то быть здоровым, какое-то у тебя особое питание, у тебя какое-нибудь? Я стараюсь, конечно, как-то, может быть, не маниакально считать калории, но следить за тем, что попадает в мой желудок. Как говорят любители ЗОЖ, мое тело – мой храм. А вот отношения к алкоголю. Поэтому я, конечно, еще не дошел до того, как катим сутеридзе, чтобы пить воду только pH 7,5, понимаешь. Она ходит с лакомусовой бумажкой? Нет, она покупает воду только 7,5. Это считается в Лос-Анджелесе сейчас самая правильная вода для того, чтобы она усваивалась и никакие щелочи не были на стенках твоего желудка. Главное – верить. И твоих сосудов. Но я даже могу сказать, что я даже не очень люблю воду в таких количествах, в которых ее пьют сегодня. А вино? Вино – это вообще моя жена говорит, что со мной невозможно, потому что все, что не Мутон Ротшильд и Петрус, я считаю пойлом, понимаешь. Я, кстати, подарил на ее день рождения, был аукцион, и в компании Мутон Ротшильд продавала, значит, там свои лучшие вина, причем все деньги шли на то, чтобы восстановить собор Парижской Богоматери после пожара. Но я купил, значит, ящик вина, и вдруг, когда ты покупаешь этот ящик вина благотворительно, они потом объявили, что все, кто купили, приглашаются на ужин в Версаль с дегустацией вина 1945 года. Прекрасно. Да, это было очень красивое такое событие. Мы ездили, значит, еще до пандемии, это просто, это история. И вот я тебе могу сказать, что хорошее вино 1945 года – это вот правда хорошее вино. Поэтому, учитывая, правда, что его наливали только два бокала за вечер, вот этим вином я бы мог напиться. Все остальное – это компромисс, и это не наш случай, поэтому… Скажи, а какое твое отношение к возрасту и к старости? Прекрасно. Мне кажется, что, опять же, как пишет Глянец, если его кто-то еще читает, сегодняшние 40 – это вчерашние 20. Могу в это охотно поверить? Или просто это было так всегда, но мы просто сейчас переживаем это как-то по-особенному? Но я не чувствую возраста. Единственное, что я стал замечать, что в день перелетов, после длительных перелетов на самолете, мне хочется поспать. Если бы раньше я прилетел куда-нибудь, еще бежал после этого, как заведенный, понимаешь, еще два музея, выставка, концерт, и потом еще и в зал пошел. То сейчас ты, конечно, все потише. А так, мне кажется, что при нынешних косметических возможностях я ничего еще не делал, поэтому… Прекрасно выглядишь. …это меня ждет еще впереди знакомство с миром пластической хирургии. Но при том, какие сегодня существуют кремы, уходы, БАДы и всевозможные средства, да, это прям прекрасно. А если ты заболеваешь, ты предпочитаешь натуропатию, гомеопатию или вот химические какие-то таблетки? Вот как ты лечишься? Нет, я думаю, что я предпочитаю химические таблетки. Ну, наверх, это все понятнее, быстрее. Ну, как-то так в моем случае происходит. Ну, я стараюсь работать над своим иммунитетом. Я ем чеснок, несмотря на то, что встречаю людей каждый день, да, лук и пью чай. У меня всегда есть чай, где много лимона. Прекрасно, натурально. Поэтому вот я в таком живой режиме. Ну, вот если занимается человек спортом, это влияет на его психику и ментальное здоровье или нет? Это просто физика. Это возможность переключить мозг. Для кого-то переключить мозг – это пойти в казино. Для кого-то переключить мозг – это, ну, извините, я говорю про современную проблему и вижу, как она на сегодняшний день все больше и больше захватывает Россию. Не знаю, там, обнюхаться, упиться, да. Для кого-то – это пойти в зал и через спортивные упражнения как-то переключить и сконцентрироваться на этом. Потому что, ну, все остальное… Ну, кстати, хороший сериал тоже тебя может так как-то втянуть, и ты можешь погрузиться в этот сценарий, забыв про то, что тебя тревожило. Мне кажется, что вот умение переключаться и быстро засыпать – это вот важные качества. Это здорово, но, допустим, после эфира ты приходишь, что тебе больше помогает? Я не знаю, тишина или, наоборот, общение с друзьями, активное? Нет, нет, ну, конечно, тишина, да. Тишина, классическая музыка. Я очень скучаю по телецентру. Там был и есть храм, который работает 24 часа в сутки. То есть в любое время выходя, ты всегда мог зайти и вот как бы раствориться среди тишины, полумрака, свечей. Это такая вот вселенская медитация. В Москве, кстати, с этим обстоит лучше, потому что в Москве храмы закрываются в 23. Естественно, иногда по дороге просто нет сил уже никуда заходить. А так вообще это тоже важная составляющая. Скажи, в программах иногда, но я понимаю, что это зависит еще от программ, ты бываешь очень эмоциональным, а вот в обычной повседневной жизни ты спокойный человек? Думаю, что да. Сейчас эта муха меня сейчас укусит, и тогда я покажу вам, насколько я могу быть терпимым. Ты готов отдать многое, чтобы вернуться в молодость? Ну, думаю, что нет. Мне кажется, что мне комфортно в нынешних условиях тоже. Три места, в которых ты любишь отдыхать? Тренд 2021, все-таки, мне кажется, что это русский север, Кольский полуостров. Рекомендую. Честно могу сказать, что я вообще не любитель ночных клубов, и для меня это, ну, скажем так, человек, который живет в ритме, что мне нужно просыпаться каждый день в семь. Я очень люблю французский курорт с Антропе. В нем есть какое-то ощущение праздника, и там все эти дискотеки на пляжах, они днем, и вот это совмещение моря к воздуху, и вот этого праздника со всего мира, когда ты видишь людей, столы, вот это в гулянке, даже наблюдая за всем этим, иногда участвуя в этом, это какая-то очень определенная энергия, которую ты, ну, я, наверное, не встречал больше нигде. Я хочу посетить Байкал зимой, я не был на Байкале зимой, и просто видел по картинке, что это красиво, и мне кажется, это такое вот мое место. И ты не поверишь, мне очень бы хотелось оказаться в Кельне, в одном антикварном книжном магазинчике. Там есть такой знаменитый Питер Кёниг, он делает потрясающие книги и по искусству, и в очень раритетные разные издания, и вот просто находясь там по 2-3 часа, это для меня такой какой-то момент прямо медитации, одно из таких вот, таких вот любимых мест. Здорово. Три твоих самых любимых блюда. Я люблю пельмени, хотя понимаю, что их не стоит есть слишком часто. Я люблю окрошку и свекольник летом, и этим летом я очень люблю кофе, который называется Bumble, это свежевыжатый апельсиновый сок со льдом, эспрессо и 5 капель карамельного сиропа. Прямо отличная вещь. Вот это в новинку, я попробую. Назови свои основные положительные эмоции. Ну, единственная, наверное, положительная эмоция, которая во мне есть, что иногда мне кажется, что мне удалось сохранить в некоторых случаях детское ощущение мира. То есть вот так, как я чувствовал жизнь, мир и эту вселенную в возрасте 5-7 лет, ну, конечно, с какой-то корреляцией, я продолжаю чувствовать и сейчас. Это просто превосходно. А основные отрицательные эмоции? Небольшая несобранность. Я очень часто опаздываю, но я для себя как-то определил, что я опаздываю, ну, это как такое, знаешь, там, эти 10 минут, они даже не из-за хулиганства, а именно из-за того, чтобы как-то раскачаться и себя настроить. То есть я не могу сказать, что я... Ну, я с этим борюсь. Как довести это до совершенства, чтобы все работало, как швейцарские часы. То есть, понимаешь? Вот. И над чем еще мне стоит поработать? Я думаю, над умением говорить нет. Вот это у меня не всегда получается. Опиши Андрея Малахова тремя словами. Работоспособный, стрессоустойчивый и верный. Спасибо, Андрей. Мы начали с твоего фирменного приветствия и закончим тоже твоей фразой. Берегите себя и своих близких. Берегите себя и своих близких. У нас был Андрей Малахов. Браво. Браво. Просто браво. А теперь конкурс для подписчиков. Опишите себя тремя словами. Автора самого оригинального ответа ждет годовая подписка на печатное издание журнала «Начало». Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. До новых встреч!